В Акмолинской области появилось село особого режима. Так его прозвали сами жители. Дело в том, что главой местного дома-интерната назначили бывшего начальника колонии. И едва он возглавил учреждение для людей с психическими расстройствами, тут же установил специфические порядки. Галина Базаева, далее. Это жители старого села Купчановки. Всю жизнь большинство из них спокойно работали и работают в интернате для людей с расстройством психики. Пока там не назначили нового начальника. Первое, что он сделал, установил камеры вокруг интерната. Всего 19 штук. В итоге под наблюдение попала половина села. Люди даже застеснялись. Здесь не пройти, везде у него мы на виду. Получается, мы как в зоне, правда. Только автоматы надо поставить. Вот только что вышки поставить и всё. В туалет я сходить. У меня сзади двор, правда. У меня пять камер бьют на меня. И что? Это разве жизнь? Шутки про вышки неспроста. Нынешний глава интерната раньше работал начальником тюрьмы. Мало того, что от камер не спрятаться, тут новая напасть. Все дома в селе это 46 частных и три двухэтажки сейчас бесхозные. Раньше они принадлежали интернату. Но жильцы их так и не приватизировали. А теперь боятся потерять. Говорят, сотрудники медучреждения ходят по дворам и зачем-то измеряют земельные участки. Начал устраивать за нами гонения, выселения. Сулейменов Талгат Муталапович. Да, он посылал своих замов, чтобы выселяли. Выходите, освобождайте квартиры, вы незаконно в них проживаете. Вот на шум вышел сам директор Центра оказания специальных социальных услуг. Говорит, сельчан не обижает, а наоборот хочет помочь правильно оформить жилье. Странно, что люди этого не понимают и чего-то боятся. У нас в балансе нет, но и квартиры нет. А почему вы тогда хозяйничаете? Почему я хозяйничаю? Я не хозяйничаю. Хозяйничаю. Вы хотите овладеть совпоследствием, а не думаете о работе дома интерната. И какой вред вы приносите людям. Люди директору все равно не верят и боятся худшего. Но переезжать им некуда. Потому на открытый протест решились не все. Боятся потерять работу. Директор же уверяет, что лишь намерен навести порядок в документах на жилье и землю. Галина Базаева, Айзад, Дусен, Виктор Поляны, КТК, КМО. По вопросу видеонаблюдения хочу сказать, что я назначен был 7 июля 2016 года. А видеонаблюдение установлено в 2015 году. Есть счет фактуры на установление видеонаблюдения. По второму вопросу хочу сказать, по квартире. Это в 2008 году переименовалось наше учреждение. То есть управление переименовалось. И поэтому квартиры, которые были на балансе со дня основания этого учреждения, документацию обновляем. На тот момент не обновили, сейчас обновляем документацию и все. Здесь никого мы из квартиры не выгоняли, не выселяли. Ну я здесь в 2007 году работаю. В 1977 году начал работать, потом в армию забрали. И я здесь в МСБУ работаю. Потом с армией пришел, так же работать начало здесь. Ну, где-то 300 человек, ну около 300 человек работают. Я здесь давно живу, ничего вроде бы как. А то, что вот это что, про Холбацкие, например, просто людей как, агитировать, наверное, или что. Но здесь, как говорится, никто ничего, никто не забирает. Вот директор нашу тоже вот сейчас новый, нормальный, никто ничего, никто не забирает. Я, например, на наш директор сейчас, который это, я, например, на него за. Так как у нас проживает получатель услуг, не диспособный решением суда, поэтому они за свои действия не отвечают. И проследить момент каждого больного, где он находится, очень сложно. И вот видя камеры, камеры в этом нам помогают. А за счет того, что на территории этих камер, это тоже очень удобно. Вот буквально в прошлом году был у нас инцидент в этих условиях, у Шахмановой, Галины Александровны, пропали пряги в бане. И вот до руководства подходило нас, обращалось с этим вопросом. Действительно, это очень помогло, понимаете. И то, что мы живем в таком веке, и что мы освещены, это очень даже хорошо. Это большие плюсы, можно сказать, даже руководству. Спасибо даже нужно сказать. И тем более эти видеокамеры вообще, этот процесс начался в 2015 году. Нынешнее руководство, оно с 2016 года, поэтому там уже работы были, а акты работ уже проводились. Мужчина, который вчера жаловался, что на него смотрят пять камер, ни одна не показывает его дом. Его дом находится в стороне. Камера только показывает столовую. Которая камера смотрит на котельную, его дом вообще в стороне находится. И дом его не просматривается. Вот, пожалуйста. Вчера жаловался мой сосед Политов Юрий, потому что мы живем рядом, наши дворы рядом находятся, и камеры на наши дворы вообще не смотрят. Они только освещают территорию МСУ, в том числе и котельную. Так что, как с его слов, что пять камер на наши дворы смотрят, это, ну, как бы неправда. Вчера было сказано, что директор посылает своих замок, и также кто работает, медработников, кто работает в МСУ по квартирам, чтобы выселяли. Такого нету, и никогда не было, и никого директор наш не посылал никуда. Это все выдумки населения. И недавно вышла с декрета, уже как полгода. И хочу сказать, что условия труда, нежели были раньше, они намного стали лучше. Вообще сравнительно все поменялось. От внутреннего ремонта, то есть наружный ремонт, в территории стало очень уютно, чисто. То есть у нас даже сотрудники, вот для того, что у нас никто не курит на территории. Раньше, например, такое было, а сейчас бумажки не декабы, в соринки нигде не валяются. Вообще все очень сильно поменялось. На работу ходим, как на праздник.